Я благодарю также за хороший вопрос подробно рассказать про третью, четвертую карту измерения. Но подробно я опишу в своей новой книге, надеюсь, она выйдет достаточно скоро. Если коротко, то мы живем в таком... Тот мир, который мы наблюдаем, видим своим физическим зрением, он называется 3D, третье измерение. Четвертое измерение, в нем присутствует время и пространство, но мы каким-то, может быть, образом можем осознавать, видеть, чувствовать каким-то своим внутренним зрением, но физическим зрением мы его не можем видеть. Пятое измерение — это уже такие многомерные комбинации схемы, далекие матричного дуального мира, в которых все через импульс перевоплощается постоянно. такие сети, большие, красивые сети, где все едино. И можно сказать, что четвертый мир, как я, по моим ощущениям, это проекция, то есть такая тень пятого измерения, третье измерение — это проекция тени более высоких измерений. Конечно, есть еще более высшие измерения. О них я также подробно пишу в книге, но сегодня остановимся на этих трех. Наше мышление, опять же, дуальное мышление, да, вот эта матрица плохо-хорошо, или там мы движемся там от каких-то от точки А к точке Б к своим целям, то есть делаем какие-то определенные действия, да, то есть планируем, совершаем что-то, чтобы к чему-то прийти. Это не хорошо, не плохо, что и дуальное мышление существует, да, мы, в принципе, так познаем от тьмы, то есть свет, и также мы познаем, что свет зарождается во тьме. Мы в своих вибрациях, которые повышаем постоянно, потому что мы есть чистое сознание, мы пришли в этот мир чистым сознанием, чистым светом, но вот как матрица вот этого трехмерного мира, она немножко, не немножко, много. Создала такой вакуум и поглотила нашу многомерность, нашу естественную многомерность, которую мы можем управлять своей жизнью так, как мы захотим, вот эта энергия свободная, легко играющая, я бы даже сказала. И если уйти из дуального мира, да, вот когда мы все вибрации повышаем, мы, в общем-то, когда-то, возможно, этот мир находился постоянно в сознании 3D, но мы, естественно, мир постоянно развивается, расширяется, эволюционирует. Точно так же и люди, которые сюда приходят, они все более светлые, скажу так, от этих программ, то есть они уже не подавляются этими матричными программами, они как-то тянутся к свету, все естественно и все больше, и поэтому в мире так много сейчас вот этой информации. И люди больше и больше возвращаются к истинным себе, к себе настоящему, да, через свои уникальные пути, но также через познание, то есть через внутренние какие-то запросы, то есть душа направляет, душа хочет и, соответственно, направляет. И также представители других измерений помогают в повышенной, когда мы повышаем свои вибрации, да, или когда мы находимся в чистоте своего сознания, мы повышаемся, возносимся до следующего уровня измерений, в котором другие возможности, другие законы, другие, точнее, не другие, их больше, они многомернее. Здесь уже по-другому все действует работа, да, мы понимаем, что в четвертом измерении время и пространство, то есть здесь мы можем визуализировать, здесь мы можем осознавать свои желания, и через какие-то практики, да, приходить к ним какое-то время спустя. Когда же мы поднимаемся еще и выше в своих вибрациях, я говорю уже о безусловной радости и любви, да, то есть почему жизнь важно наполнять жизнью вот в этот же момент, сегодня и сейчас, жить полной жизнью, то есть в увлечении очень важные, очень важно ориентироваться на то, что действительно приносит радость, да, не сливать энергию свою постоянно, которая постоянно, ее достаточно, каждый человек, это и есть энергия, ее достаточный энергию, но из-за того, что он дуальное мышление не позволяет ему вырваться, вот из-под матрицы, он себя как бы отдает программам, отдает блокам, на которые он сам подписался, то есть его энергия сама это подвыбрала, но когда мы повышаем энергию, у нас вытаскивает это, да, например, творчество, оно очень хорошо способствует тому, чтобы человеку открылся вот этот путь, из которого он выберет развитие вот этого, свою эволюцию, эволюцию своей души, да, и поднимется в своих вибрациях и найдет свой путь, увлечение, которое действительно ему нравится проживать, то есть которое будет наполнять его деньги, соответственно, повышать его вибрации, и постепенно человек начинает уходить вот вибрации и пятого измерения, и высшее измерение, где уже вот эта наполненность, да, или активация всех энергоцентров, она позволяет раскрыть ее, вот как человек начинает раскрываться, как цветок, возвращаться к своей сущности, к своей силе, многоменной силе, которая изначально природой задумана, и открываются также вот эти сверхъестественные способности, которые на самом деле не сверхъестественны, а естественны для каждого человека, и вот какие-то там таланты, дары, то есть они выходят просто на максимум, и начинается вот такая сказочная жизнь, и человек в этих уже энергиях понимает, что вот этой радости, любви, самой энергии, света достаточно, чтобы получить жизнь, которая изначально была им приготовлена, задумана. Вот в энергиях пятого измерения и выше она уже начинает себя проявлять сама, то есть когда мы увлечены, когда у нас горит огонь внутри нас, мы получаем автоматически жизнь, которая была предназначена счастливая, счастливая, успешная, красивая, в которой именно вот любовь и радость, они естественны. Поэтому я также говорю часто, что выбирайте любовь и радость, потому что когда мы их себе выбираем, даже спокойствие, если мы их себе выбираем, то наша реальность начинает подтягиваться к этим энергиям. То есть все проявления, которые в нашей реальности, в нашей жизни, они начинают подтягиваться именно к этим энергиям. Поэтому и когда в сознании более высокочастотных, да, вот этих вот вибраций, которые мы излучаем, вот этой наполненности, вот этого уже соединения с космическим, с Высшим Я, происходит единение с мирозданием, со всем миром, появляется вот эта безусловная любовь к себе, ко всем вокруг. То есть не эгоистическая какая-то, а именно такая, которая вот созидающая, которая создаёт миры. И здесь уже открывается сила невероятнейшая, потому что ты понимаешь, что материя, она вот такая маленькая по сравнению с тем, что в тебе вдруг проросло, точнее всегда было, и ты уже посредством своей энергии, посредством своей мысли просто вот так вот начинаешь программировать то, что ты хочешь увидеть. И это, естественно, это очередной опыт, это очередная вспышка сознания, когда человек снова открывает какие-то новые в себе возможности и способности, и, естественно, это заряжает, и он превращается уже в такого ребёнка, который, ну, просто уже ему становится интересно придумывать себе жизнь, играть в неё, задавать эту реальность. и становится легче понимать и принимать даже какие-то испытания жизненные, да, потому что здесь уже в этих закономерностях, в более высокочастотных вибрациях ты видишь такие чёткие закономерности, которые не позволяют тебе уже больше сливаться в энергии низких вибраций, низких измерений, да, и опять там находиться в проявлениях мыслей, проекции мыслевыживания, эмоций выживания. Здесь какое испытание ты не встретил, ты его начинаешь вырастить наиболее благодарность. А благодарность это вообще мощный инструмент и высокочастотное состояние, которое выравнивает реальность до её пятимерной или выше естественной гармоничной формы. Надеюсь, смогла донести мысль. Спасибо за ещё раз за вопросы.